Здравствуйте все, сегодня я вам покажу как установить Windows на ваш компьютер и покажу пошагово как это сделать. Для этого нам понадобится скачать специальную программу сайта Microsoft, а также флешка. После того как программу мы скачали, мы должны ее запустить и следовать инструкциям. Нажимаем кнопку Accept, жмем Next и ждем. Далее программа нам предложит обновить компьютер или создать инсталляционную флешку. Выбираем создать инсталляционную флешку. Убираем галочку с этого пункта меню, чтобы выбрать язык, который нам нужен, например русский и нажимаем Next. Далее выбираем записать индата файлы на USB флешку и выбираем нашу USB флешку, в моем случае это E. И нажимаем кнопку Next. Программа начнет записывать файлы на эту флешку, установочные файлы, которые помогут нам потом установить Windows на нужном компьютере. По окончании данного процесса мы увидим надпись, что наша флешка готова. Нажимаем Finish и программа выключится. Идем в мой компьютер, проверяем флешку и видим, что файлы Windows записаны на нее. Можно переходить к следующему этапу. Засовываем эту флешку в компьютер, на который будем устанавливать Windows и запускаем систему. Чтобы попасть в меню загрузки, нужно нажимать F8. Это кнопка работы для материнских плат Asus. Для вашего бренда это может быть другая кнопка. Смотрите подсказку. Итак, мы попали в меню загрузки и нам нужно теперь выбрать загрузка с флешки. В моем случае это UEFI Kingston Data Traveller. Так как вначале мы подготавливали флешку и записали туда русскую версию Windows, и установка у нас будет русской версии. Нажимаем Далее. И установить. Самое главное, чтобы ваш компьютер не был подключен к интернету через кабель. Нажимаем здесь, у меня нет ключа продукта. Выбираем версию Windows. Я решил выбрать Windows 10 профессиональную. И нажимаем Далее. Ставим галочку «Принимаем условия лицензии» и нажимаем Далее. Выбираем выборочное. Только установка Windows для опытных пользователей. Тут мы видим наш диск, раздитый на несколько разделов. Мы должны всех их поочередно удалить. Итак, мы имеем неразмяченный диск. Нам нужно создать раздел. Нажимаем кнопку «Создать» и «Применить». Система создаст три диска. Один из которых будет основной. В него нам и нужно записать Windows. Мы видим, что есть системный диск, зарезервированный и основной. Основной занимает больше всего места. 111 гигабайт. Выбираем его. И нажимаем кнопку «Далее». И начнется процесс установки Windows. Компьютер сам себя перезагрузит. Теперь у нас начинается загрузка Windows. Но первая загрузка проходит дольше, чем обычно, потому что он подготавливает все файлы. Тут выбираем регион России. Клавиатура русская. Дополнительно нам не нужна. Нажимаем «Пропустить». Как я и говорил, важно, чтобы компьютер не был подсоединен к интернету через кабель. Выбираем настрой для личного использования. Выбираем автономную учетную запись. Выбираем ограниченные возможности. Вписываем логин или имя. Нажимаем «Далее». Пароль можете заполнить и можете оставить. «Пустым». Нажимаете «Принять». Далее Windows еще какое-то время будет загружаться и подготавливаться к первой работе. Поздравляю, Windows установлен. А теперь я хотел бы рассказать, как установить все драйвера автоматически на ваш компьютер. Без проблем. Ссылка будет в описании на эту программу. Скачиваем «Драйвер Бустер». Убираем галочки «Ненужные». Ставим здесь «Нет, спасибо». нажимаем «Следующий». Программа установится и предложит нам отсканировать нашу систему для поисков драйверов. Нажимаем «Нет, спасибо». Мы не хотим сделать никакую подписку. Нажимаем «Сканировать» и ждем. Теперь нам нужно нажать кнопку «Обновить сейчас». Ставим галочку «Не спрашивать» снова и процесс обновления драйверов пойдет в автоматическом режиме. После окончания нажимаем кнопку «Призагрузить». После перезагрузки мы увидим, что все драйвера установлены и система настроена. Если это видео было полезно, я буду рад, если вы поставите лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Спасибо всем.